Пока что эпические руины, разрушения. Сегодня, видите, снежок срывается. Уже второй день. Гимназия, она же ликероводочный. И вот снесли вот этот дом. Уютный уголок был. Сюда там кафе было. По-разному называлось. Моя жизнь как бы закончилась. Год назад у меня было все. Была дом, была работа, были друзья. Была жизнь. Хорошая, обеспеченная жизнь. В одной части я осталась без работы, без дома, без страны, без имущества, без ничего. Вот мне 68 лет, я сейчас нахожусь в чужой стране. У меня дома нет. Руины, плетите с аминтири. Астана, май рамасе ази, din orașul Mariupol, din Украина, ураșul de баштена, Тамаре Касилова, stabilитă de aproape un an, în Republicа Молдова. Ла 18-я и 68-я не ази, ръзбои урага са, руде, приетен, сито, 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 сито. Сутие, сито, за 30-е стоят до activи, сито, 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 сито. Раньше я работала медсестрой в первой городской больнице, но больницы уже как бы нет. По крайней мере сейчас может быть и восстанавливают. Мариуполь сейчас оккупирован российскими войсками Российской Федерации, что-то там восстанавливают. Ну в общем, по тем кадрам, которые я видела на ютубе, от больницы мало что осталось. Вот я вам говорю, просто жизнь уничтожна. Что будет дальше, я не знаю. Вот если бы не война, то в этом году было бы 50 лет, как я работаю в этой больнице. Их уже не будет, юбилея уже не будет. Я планировала, думаю, вот отработаю 50 лет и пойду на пенсию. Теперь не знаю, что будет дальше, я не знаю. Когда начался война, фемея езитовала, успела, что, в несколько дней, ситуация будет уничтожить. Но она была очень сложная, из-за психологии. Это было страшно. Нас сильно бомбили. Самолеты, бомбы, ракеты. У нас не столько было страшно архиллерийское оружие. Вот нас обстреливали. Я не знаю из чего, но обстреливали. Может быть грады, может быть что-то другое. Но когда полетели самолеты, стали сбрасывать бомбы и ракеты, вот это было страшно. Вот это уже можно было сойти с ума. Я не знаю, что бы со мной было, если бы меня не вывезли. Было не просто страшно, это было ужасно. Если бы меня в тот момент не увели, не вывезли из города, я не знаю, я бы, наверное, сошла с ума. Это было очень страшно. Потому что я до сих пор уже почти год прошел. Я только сейчас немножечко почувствовала себя легче. А так, конечно, с психикой у меня проблемы. Вот это дома по моей улице. Дома моих соседей. Я хочу вернуться домой, конечно. Но смогу ли я туда вернуться? Я не знаю. По крайней мере, сейчас идут боевые действия, сейчас я никак не попаду в родную городу. Поговоряю, в конце концов, в Каушине Ажунс и Марина. Уплекат в Одесса, в Граба, дупоце ситуация в регионе а devenи тенсионата. Нитищал, они уставят на деферите центре де пласамент, кау-льтереори, с реушесты, с их инхирие зоу, локуинтэ. Молдова леа acordа тот скупорт, ускорив медицинские и асистенца социала для детей. Целезервы, витору не знали. Целезервы, это не знали. Целезервы, это не знали. Целезервы, это не знали. Самая маленькая, 8 лет уже исполнилась в январе. Потом две двойняшки у меня, две девочки по 11 лет. И потом девочка 15 лет есть и сын 17 лет исполнился уже. Я одна из двойни, Оля. Да, у нее сахарный диабет первого типа, инсулинозависимая. Нам помогают с Кишинева. Вот две организации нам помогали в инсулине. И у нас есть достаточная инсулина. Первый день войны, знаете, как началось у нас? Я отправила детей в школу, вообще-то, как обычно. А мне соседка звонит. Марина, ты что, детей в школу отправь? Да, говорю, автобус за ними приезжает просто. Я говорю, ты война началась. Я говорю, какая война? И вот Има, их туда только привезли в школу. Директор школы вышел и сказал, что всех по домам война началась. И дети, естественно, пришла самая маленькая, тоже она бегут. Я уже ищусь на встрече, я с автобусом, чтобы они были возле меня. И она тоже, софика, она так треслась, ручки у меня так треслися. Все равно не тянется домой. Все равно не тянется, как не крути. Пусть будут там нам помогать, тут или все, но домой тянется. Вот, не знаю. Время, я не знаю, что-то в первую очередь. Ла проще один год, в начале войны, только война война, Району Стефанвода гоздуеще песто 1000 дефугеи украинен. Принтри ей 638 дефуге и 366 дефуге. Стои еще раз великие всталии в саду Паланка, 185. Урмеаза Тудора, 182 дефугеи, Орешу Стефанвода, 125, и в саду Крокмаз, 119. Все говорят Молдавия бедная страна, как бы она так и есть, но я не думала, не думала, что именно через Молдавию сколько помощи нам будут предоставлены, то есть помощь, вот именно, я никогда не думала, понимаете, даже, можно сказать, на Украине мы, может быть, так даже нам не помогали, так как вот тут, именно в Молдавии, именно в период военный, понимаете, организации всякие, особенно обращают внимание то, что многодетные. Реону-Локавшын все-таки астроналой противника в облачине 2013 года. Реону-Локавшын се основала в owed первого очередного границей 2022 года. Реону Ковшени, пести 300 familiей, 600, дакумащел, 59 persоаней. Ахи, интрина 659 persоаней, интри копии, батрани, фемеи și барбаți. Существуют, в первую очередь, в регистрации на УНХР, премьеск, фиакаря persоану примеште у нас карта, у них спуни лунар, deci, у нас сурси финансиар. Фамилии ко мне гэздуески на фельс премьеск сурси финансиар пенту челтуи ле фах пентерн. Аминтим ка пана 1 фебруаре 2023 Комисия пенту ситуація эксцептіоналя a instituit у регим facilitat де траперсаря фронтерей дестат пенту четотени украине пе сенсу динтрара в Република Молдова пин пункте ле декре ла фронтира модоромына ши пункт ле декре аеропортулу интернатіонал Чишинэу премьесири ацестора де Република Молдова spre Украина темеи документелор в база карори ау интрат.